Фамилия, имя, отчество? Соболянинов Роман Вячеславович Число месяца от рождения? 12.09.2001 Где родился? Город Саратов Вольнская часть? 96.00 Где располагается? УГТ Рощинский, Самарская область Звание и должность? Рядовой, должность наводчик, БТФ Где ваша часть дисфоксировалась? Ну, дисфоксировалась перед тем, как вступить в бой с Украиной Колонна дисфоксировалась? Да, да Она стояла вблизи границы, в области, в Плянской области Где-то там, в точное место положено Колонна, сколько боевых машин, людей? Ой, это я тоже знаю, наверное, где-то у 20 было На мой взгляд До 20 техники? Ну, где-то БТФ так было Какого числа вы вошли на территорию Украины? 24-го В ночь, на утро как-то так Перед тем, как входить на территорию Украины Ваши командиры, что объясняли, рассказывали? Для чего вы будете уходить в Украину? Для того, чтобы... Тут, в общем, был как бы батальон, вроде как нацистов, который нам нужно было устранить Гражданских и тех людей, которые не сопротивляются и безоружно не трогают Через какую границу вы проникали на территорию Украины? Это я не могу сказать, я не знаю Населенный пункт ты не знаешь? Не знаю Сколько в колонии боевых машин и шло с вами? Тоже не могу сказать Это было ночью, было резко все Еле свою машину нашел сам Первый бой на территории Украины где был? Первый бой на территории Украины начался вроде как наступление за границу После того, как мы приехали, по нашему БТРу мы ему открыли огонь Тебе поступали команды открывать огонь? Нет, потому что внутри связи не было Командир, который сидел в БТРе, давал команды открывать огонь? Он что-то кричал, но я его не слышал, потому что все гудело, все же пело А связи внутренне по шлемофонам не было, у нас не было внутренней связи вообще Фамилия, имя, отчество командира БТРа? Магомед Магомедович, не, Мухаммед Димнович Магомед Магомед Звание? Старший сержант Командир колонны Не могу знать Командир колонны Где вы остались в БТР? Так, улицу не могу сказать, но там была остановка какая-то В связи с чем вы остановились? Остановились мы с тем, что у нас пробил топливный бак, все топливо вытекло У нас погнуло колесо одно, одно мосту полностью И часть брони отлетела с передней части, с командирского Радейки тоже внутренние тоже были сломаны Вооружение какое было у вас? Вооружение у нас было 30-ка 30-й калибр пушки И 7-62 пулемет Так, ПКТ, танковый На руках какая была? Не понял На руках что у вас было? Автомат Какой? АК-12 Гранаты Гранаты две Ой, одна граната РГД В машине, батареи, что было еще? В сооружении Так, гранатомет был у гранатометчика Потом ПГО у старших стрелков и у командира на подствольнике Пулемет У пулеметчика Так Граната Вот граната У пехоты было по две гранаты РГД и ФК А у наводчика-водителя Только одна граната РГД Вы оставили бронетехнику Ты говоришь Где ты оставил еще бронетехнику? Скажи еще раз Улицу я не помню Знаю, что там была остановка Какая-то По полной стороне Вы все вышли Что начали делать? Я остался в БТРе Все выжили Потому что начался огонь Я не Заняли обороны Что там происходило снаружи Я не могу сказать Потому что я сидел в БТРе За кушкой Наблюдал за дорогой Поступила команда Собрать боеприпасы Все, что увидишь И уходить оттуда Потому что Вроде как на нас Ехала колонна Танков Вооружение забрали Все дальше Что вы делали? Да Вооружение забрали А у нас еще Получается Когда начался бой Я вылез Там из нарань Ему оказали помощь Вроде командир Оказал помощь Я точно не могу сказать В два плена Мы просили их Чтобы они нас вывели Отсюда На границу На границе Куда? На Россию? Да На Россию Что на то же С раненым Что вы сделали? С раненым Мы его отпустили Мы его перевязали А, не, не, не Оказали первую медицинскую помощь И отпустили Там же на месте И в какую сторону Вы пошли? В лес В лесополосу И Таким образом Дальше продвигают Лесополосы Лес По тех местах Которых не было Навигация Карты Не было вообще ничего